привет дорогие друзья сейчас у нас серьезная тема ролик на получится длинный в общем я хочу рассказать здесь все нюансы касающиеся регистрации лови кэшбэк маркетинга получения бонусов выполнение квалификации в общем все 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 детали которые должен посмотреть каждый кто вступает в эту систему поэтому показывайте этот ролик каждому иначе он вас завалит вопросами ну поехали значит самых самого начала и туда вы вот видите сейчас на экране это мой кабинет позже скажу откуда он появляется потому что каждый новичок его не видит то есть сначала вы вот копируете свою ссылку отправляете ее своему новичку он соответственно по ней переходит если он это делает с телефона то он сразу попадает на скачивание приложения скачивает его и там регистрируется если это с компьютера а все владельцы телефонов huawei правильно их называю в общем китайских телефонов они должны встать именно регистрироваться через комп вы ссылку эту вернее тот человек эту ссылку открывает со своего компа вашу тапает ее кликает по ней да и оказывается на сайте риф . лови кэшбэк точка ру но я в данном случае нахожусь в своем личном кабинете то есть я не могу на это а я могу выход нажать вот вот так ты могу выйти вот и я оказываюсь вот здесь система пишет кто меня пригласил то есть чья ссылка здесь я пишу свой телефон и быстренько регистрируюсь здесь надо будет мне показать свой телев свое имя указать ну то здесь такая простая регистрация но в данном случае так как у меня уже есть аккаунт дату я соответственно сейчас просто войду в аккаунт новый же человек он а только открывает свой аккаунт причем не все это знают но когда вы скачались приложив приложение зарегистрировались у вас есть вот он видите само приложение как таковое она работает да при этом вы можете зайти на сайт риф . лови кэшбэк точка ру вот на котором я сейчас нахожусь до ввести туда данные телефона и у вас появится бэк-офис на компьютере в стандартном виде ссылка на этот бэк-офис появляется в приложении когда вы нажимаете пригласи друга статистика ну когда у вас уже пять тысяч потрачено и вам открылась реферальная ссылка вы нажимаете там пригласи друга статистика прокручиваете вниз подробнее и вот тогда у вас появляется ссылка через это подробнее на этот сайт не все знают что на самом деле на этот сайт можно заходить и раньше то есть не надо дожидаться когда появится реферальная ссылка для чего сюда заходить двадцать пять шестьдесят пять опа и авторизуюсь оказываясь внутри значит для чего для для того хотя бы чтобы вот на этой главной странице хотя бы покрутить вниз и увидеть кто же меня пригласил чтобы убедиться что я правильно зарегистрировался это обязательное действие то есть когда ваш новичок регистрируется он обязательно должен удостовериться что в он у вас точно так же и вы можете нажать в своем личном кабинете если вы наставник да если вы пригласитель на кнопочку участники и увидеть всех ваших участников то есть перепроверить что человек которому вы отправили ссылку действительно по вас попал под вас попал потому что действительно бывают случаи когда по каким-то причинам кто-то улетает мимо почему улетает мимо ну разные причины еще раз повторяю бывает человек перейдет по ссылке потом уйдет куда-нибудь по интернету погуляет потом придет опять на сайт и скачает на сайт вот который лови кэшбэк точка ру например скачает там приложение и естественно он уже не по вашей ссылке оказывается вот по-разному люди регистрируются поэтому надо вот так вот сделать то есть перепроверить и у себя и человек пусть перепроверит и так этот нюанс я рассказал кстати я в проекте с 7 декабря я зарегистрировался 11 декабря я стал рассылать свою реферальную ссылку то есть на момент записи этого ролика я месяц и 19 дней в системе нахожусь вот но результаты вы видите здесь бы кофсе есть об этом есть другие ролики сейчас не буду говорить у нас сейчас технические моменты нас волнуют да итак как ваши участники выглядят вот я вам показываю здесь в личном кабинете то есть вы видите сколько они потратили вы видите сколько у них людей и все такое значит новый человек когда он зарегистрировался это только первый шаг теперь ему необходимо заполнить анкету в приложении где внести свои данные для того чтобы пройти апгрейд карты вот видите апгрейд например у участницы наталья написано нет это значит что он увидим что 30 января как раз когда я записываю ролик она только зарегистрировалась я даже не знаю кто это такая вот поэтому человек должен пройти апгрейд он должен заполнить анкетку вписать туда свой паспорт снилс скоро будет еще по моему номер пенсионного удостоверения чтобы определить пенсионер этот или не пенсионер там свои будут привилегии кем выдан паспорт дата рождения и фамилия имя отчество естественно все если в базах государственных там каких как госуслуги например данные полностью совпадает с тем что вы вписали в анкете вам акбарс утверждает карту и выпускает ее и она становится апгрейден и кстати вот видите функционал у наставника такой ведь наталья да я нажимаю на и вот эта кнопочка информации кстати эта кнопочка информации она часто здесь у нас появляется вот здесь например она тоже есть да вот видите вот есть такая кнопочка сразу прям всплывает информация что это такое вот и вот эта кнопочка подробнее тоже вы ей не брезгуете жмите вот так вот я нажимаю на и у меня всплывает такое меню Я могу скопировать телефон, а могу сразу WhatsApp написать. Нажимаю WhatsApp, и у меня автоматически телефон заходит в WhatsApp в сообщение, и я могу этому человеку писать. Причём, если он из моей адресной книги, то он мне сразу показывает её данные. То есть, как они у меня забиты в адресной книге. То есть, это очень удобно. Этим надо пользоваться. Так, после того, как человек заполнил анкету, в течение обычно получаса проходят апгрейд карты, у него карта утверждённая, её можно пополнять ещё до апгрейда, на самом деле. Но я лично пополнял после апгрейда. И апгрейд, он для чего нужен? Для того, чтобы получить свою реферальную ссылку, когда человек потратит 5000 рублей. Значит, давайте по поводу этих 5000 рублей сумятицу уберём. Смотрите, в приложении, в бэк-офисе, а также, когда человек проходит регистрацию, есть оферта с банком, которую необходимо, естественно, поставить галочку, что вы с ней ознакомлены. Её все проскакивают, но рано или поздно её надо будет прочитать. Она имеется внизу личного кабинета. И здесь, в общем-то, по-человечески, не очень длинным текстом сказаны все положения. Что такое организатор, там, кэшбэк-форс, да? Что такое друг, участник, клиент, партнёр, лицензиат. То есть, всё написано по русскому языку. Всё очень понятно. Что эта карта, что у неё лимит 60 тысяч на одну операцию. Что сумма всех операций не больше 200 тысяч рублей в месяц. Скоро, кстати, будет апгрейд до безлимита. Что такое отчётный период? Вот смотрите, например, это то, о чём я сейчас хотел сказать. Отчётный период – это время, в течение которого участник и друг. То есть, друг – это кого вы пригласили. Участник – это вы, а друг – это кого вы пригласили. Выполнил целевое действие. Целевое действие – это потратить через карту 5000 рублей. На молоко, на хлеб, на транспорт, на технику. На что ещё можно? На парикмахерскую. То есть, то, что вы и так тратите. То есть, дополнительно что-то покупать не надо. Всё, что вы и так покупаете, покупайте только через эту карту. Но, так как карта виртуальная, надо научиться её подключать к Google Play или там к Apple магазину, вот как это, к кошелькам электронным. И платить с телефона. Об этом у меня есть отдельное видео. Сейчас этим заниматься не будем. Как только вы привязали карту с телефона, всё, вам даже не надо иметь эту карточку в виде пластика с собой, выкиньте свой кошелёк. Все пластики вам больше не нужны. Виртуальная карта, телефон только нужен. И всё. Даже если вы телефон потеряли, вы загружаете свой аккаунт в новый купленный телефон. И всё, ваши все карты, всё всплывает заново. Поэтому вы ничего не теряете. Это как бы прошлый век. Пользоваться пластиком, а уж тем более наличным. Надо переходить уже на новые. Кстати, из-за того, что не было вот этой базы автоматической, которая у нас сейчас есть, она автоматически считывается, акбарбанком, и не было такой популярности систем электронной оплаты и виртуальных карт, лови кэшбэк не мог запуститься раньше. Потому что это было слишком непопулярно, слишком мало, а теперь каждый третий россиянин по статистике уже пользуется электронными картами. Ну и, соответственно, поэтому мир идёт вперёд, и не надо отставать от него. Так вот, целевое действие – это когда вы, как участник, и друг, то есть то, с кого вы пригласили, в течение отчётного периода, читаем, отчётный период – это время, когда вы вступили в календарный месяц, плюс следующий месяц, то есть часть того месяца, который у вас сейчас остался, плюс весь следующий месяц, апгрейд карты и потратить 10 тысяч рублей по этой карте. Чтобы... А другу достаточно потратить 5 тысяч рублей. То есть, смотрите, если мы говорим, вот вы сейчас вступили, у вас до конца месяца есть какой-то срок. В этот срок нету никаких требований что-либо выполнять. 10 тысяч вам до конца этого срока не надо. А вот в следующий месяц вам уже надо потратить 5 плюс 5, то есть всего 10 тысяч. 5 – это выполнение условия, чтобы банк начислил вашему наставнику и всем по структуре выше, 400 рублей за это целевое действие. А вам, чтобы он начал начислять с ваших новичков, необходимо сделать 10 тысяч до конца следующего после вступления месяца. Вот такой нюанс. Это надо понимать. Значит, после этого давайте посмотрим дальше. Есть понятие. Так, где оно? Понятие это? Партнер. Вот, смотрите. Значит, участник – это просто человек, который зарегистрировался. Все. Он авторизацию прошел, зарегистрировался. Клиент – это тот, кто не выполнил целевое действие. То есть, он начал тратить по карте, но он еще не выполнил целевое действие. А партнер – это тот, кто выполнил целевое действие. И это приложение номер один. Целевое действие – это… Вот оно, целевое действие. Это 10 тысяч рублей в данный календарный месяц. Исключением является первый календарный месяц. То есть, когда вы вступили, в этом месяце еще нет требований по выполнению 10 тысяч. Потому что отчетный период – это тот календарный месяц, когда вы вступили, плюс следующий. Понимаете? То есть, со следующего календарного месяца для того, чтобы быть партнером, называться партнером, надо выполнять траты не какие-то особенные, а то, что вы сейчас тратите, только через эту карту в размере 10 тысяч рублей в данный месяц календарный. Если вы эту трату выполнили, то в данном месяце вы называетесь партнером и вам начисляются все начисления, которые положены по маркетингу. Вот они, вознаграждения. Ну, собственно, в этой же аферте написано, что такое апгрейд, что такое выплата, конвертанция, вознаграждение. Один бонус равен 1 рублю. И много чего еще интересного, что, конечно же, тоже надо прочитать. Вопросы у всех возникают только потому, что вы этого не читаете. Вот, собственно говоря, и все. На самом деле все описано. Здесь даже написано следующее, тоже на что я хочу обратить внимание. Не все покупки ваши входят в объем этих целевых трат, то есть 5 тысяч, чтобы получить реферальную ссылку. И вот здесь вот в этой же аферте перечислены МСС-коды, которые не входят. Самое распространенное – это средства связи. То есть, если вы покупаете что-то в салоне связи, даже если наушники покупаете там, то это не входит вам в объем. Услуги связи, то есть, если вы оплачиваете, например, там, не знаю, Билайн МТС, да, через эту карту. И коммунальные услуги ЖКХ. Вот это те три часто категории, которые мы оплачиваем, и они не входят в 5 тысяч, и часто люди попадаются на эти именно три категории. При этом объем в 10 тысяч этих всех вещей, он входит. Объясню почему. Чтобы банк выплатил 400 рублей, ему надо заработать что-то такое, чтобы эти 400 рублей выплатить. Так вот, с ЖКХ и со средств связи он зарабатывает меньше, чем со всех, ну и вот со всех остальных этих операций, которые здесь перечислены, он зарабатывает меньше, или вообще ничего не зарабатывает. И поэтому он не включает эти траты в объем 5 тысяч. А в объем 10 тысяч они входят. Почему? Ну, потому что 10 тысяч – это несколько другая вещь. Он 400 рублей же уже не будет целевых выплачивать, он их уже выплатил. Поэтому в 10 тысяч, которые необходимо тратить каждый месяц, это все дело входит. Так. Когда вы пополняете карту «Лови кэшбэк» первый раз, не пополняйте ее ровно на 5 тысяч. Или ровно на 10 тысяч. Почему? Ну, потому что невозможно потратить на 5 тысяч ровно. Это вам придется подгадывать. Вы 5 тысяч завели, и вот надо потратить ровно на 5 тысяч. Вот вы купили чего-то на 4995. И вот как вам там еще на 5 рублей что-то купить? Поэтому пополняйте на 5500. А лучше сразу на 10500. Потому что 10 тысяч целевых все равно надо выполнить за месяц и следующий месяц. Итак, вы выполнили цель, вы потратили 5000, у вас открылся личный кабинет полноценный. Ну, он и так открыт, да? Ну, полноценный в том смысле, что у вас появилась заветная реферальная ссылка. Вот здесь нажимаете «Аккаунт», и тут же она у вас появилась, эта ссылка. Она и в приложении показывается, и вот здесь в личном кабинете тоже. И вы начали ее рассылать. Я уже сказал, надо проверять, что люди, которые по ней кликают, действительно после регистрации, они видят вашу фамилию, имя, но после регистрации они действительно у вас оказываются. Не забывайте это делать на вкладке «Участники». Перепроверяйте с каждым. Если вдруг вы человека не увидели под собой, вот вы знаете, что он зарегистрировался, ну, во-первых, свяжитесь с ним, узнаете, действительно он регистрировался, а во-вторых, если он точно регистрировался, он вас видел, когда он нажал на линк, но вы его у себя не видите, и он заходит в кабинет, нажимает на аккаунт, и вас пригласил, там в самом низу, не видит вас, напишите в техподдержку. Вообще надо уметь пользоваться техподдержкой, она здесь оперативная. Техподдержка здесь находится в приложении во вкладке «Еще», связаться с нами. И сообщите, что сообщите в техподдержку? Имя и телефон человека, который регистрировался по вашей ссылке, оказался не у вас. Примерно 1% людей почему-то проскальзывает, то есть идут мимо, там разные причины бывают, в том числе и то, что сам человек не туда нажимает, но, в общем, это называется у нас потеряшки, так принято, и поэтому вот этих потеряшек надо отлавливать и восстанавливать в своей структуре. Не забывайте, это важный момент. Теперь, как пользоваться личным кабинетом? Значит, участник я вам показал еще, а теперь смотрите, вот история. Здесь есть история всех покупок в вашей структуре. Видите, у меня уже 3298 транзакций во всей структуре, ну, 917 человек, но при этом не все еще начали тратить. И вы здесь видите все покупки ваших людей. Вы не знаете, кто это, и вы не знаете, в какой человек линии, то есть, ну, ничего неизвестно про человеку, но вы видите, сколько человек тратит и на какую категорию продуктов, продуктов, товаров, да, продукты, одежда, супермаркеты, супермаркеты, транспорт, продукты, фастфуд. Вот, бонус за нового клиента начисляется. Я сейчас не буду останавливаться, ну, ладно, давайте, придется остановиться. Хотя нет, об этом я скажу чуть позже и вернусь на эту страничку. Вот, когда я буду объяснять, сколько процентов с кого как начисляется, то вот мы с вами будем здесь это видеть. Кстати, вот, смотрите, бонус за участника Юлия 200 баллов. И также бонус за нового участника, это тоже Юля, вот, бонус за нового участника Юлия 83 рубля. Вот, ну, у меня плюс 6 процентов идет, потому что я сделал 3 миллиона объема, и там уже бонус бесконечности 6 процентов. Но об этом я буду чуть позже говорить. Я сейчас что хочу сказать, что за каждого нового участника вы получаете как баллы, как только он выполняет цель, так и рубли конкретно. За то же самое выполнение цель. То есть, банк Акбарс платит 400 рублей в сеть и 400 баллов. Баллы в рубли никак не превращаются, они превращаются в часы премиум аккаунта. Ну, давайте, коли я об этом сказал, скажу уже дальше. Смотрите. Это видно в приложении. То есть, заходите в приложение, и вот здесь вам прям видно шкала трат, и какой у вас аккаунт. Премиум, не премиум, в следующем... Смотрите, смысл такой. Если вы тратите в данном месяце не 10 тысяч, вот как мы сейчас с вами говорили, целевая, чтобы стать партнером, ну, вернее, оставаться партнером, а 20 тысяч, например, в январе вы потратили 20 тысяч, в следующий месяц, то есть, в феврале, весь месяц у вас будет премиум аккаунт. А это значит, что вы во всех магазинах партнеров получаете ту скидку, ну, или кэшбэк, которая там указана. Там уже указано до 10%, до 7%, до 3%, до 30%. Вот, если вы не премиум аккаунт, то вы получаете скидку до 30%, как указано. А если премиум, то 30%, то есть, максимум, который там указан. Ну, в общем, все по-русски написано вот здесь. Нажимаете на и информация, и вам прям все всплывает про ваш премиум аккаунт. Или не премиум аккаунт. Так вот, если у вас нету премиум аккаунта, то есть, если в предыдущем месяце не потратили на 20 тысяч рублей через эту карту, то вот эти баллы списываются, и каждый час один балл списывается за то, чтобы у вас был премиум аккаунт, и вы получаете все скидки по максимуму. Так, дальше, вот здесь, как вы видите, показано точно, сколько вы получили. Вот видите, отмененные транзакции. Например, бывает такое, там, например, денег на карте не хватило. Вот, транзакция показывается, но она отменяется. Вот, вы здесь точечно за каждую покупку ваших людей видите, сколько вы получили денег. Есть общее начисление. Это в целом вся статистика по структуре. Вот смотрите, у меня сейчас идет второй месяц в организации. За первый месяц мне начислено 250 рублей. Я их свободно могу вывести, но в первый месяц там было меньше трех недель, который работал в декабре. за второй месяц уже 7500 плюс 400 примерно, то есть, уже будет больше 8, еще два дня до конца месяца. И оборот 356 миллионов. Это вся структура. И 6% платится дополнительно. Сейчас мы будем говорить об этом. Но пока я просто скажу, что вот на этой странице начислений показана вся общая информация о ваших наградах, включая, сколько баллов вам начислили за то, что... И вот что такое этот премиум аккаунт и как все это распределяется, за что начисляют эти баллы. То есть, здесь все указано. То есть, человек потратил 5000, но это не значит, что он вам сразу 400 баллов начислит. Сначала 100 баллов начислил за то, что он сделал апгрейд карты, потом 100 баллов начислил за то, что он потратил 1000, и потом, когда он потратил 5000, еще 200 баллов. Еще раз заметьте, в этот объем 5000 не входят вот те коды, о которых мы с вами до этого говорили. ЖКХ, средства связи и так далее. И далее указывается, сколько вы всего заработали в составе всего время работы с первой линии, сколько со второй тире по четвертую, и сколько составил ваш бонус бесконечности, который начинает начисляться, начиная с первого вашего миллиона. Ну, не вашего личного, а всей вашей структуры миллиона. Дальше. Вот правила маркетинга. Нажимаете скачать, скачиваете маркетинг. Здесь есть маркетинговые материалы, то есть, все, что касается постов в Инстаграме, в Фейсбуке, то есть, в соцсетях, как эти посты размещать, какие-то правила, какие-то рекомендации, все здесь есть. Тоже скачивайте, пользуйтесь. И последнее, что мне надо показать про кабинет, статистика. Здесь вы в целом видите по своей структуре, сколько у вас человек, ну, сколько человек на других страницах тоже видите, а здесь, сколько из них сделали апгрейд, сколько из них стали тратить, сколько из них стали партнерами, и сколько из них выполнили целевое действие. Смотрите, целевое действие выполнено 264 человека, но это не значит, что они стали партнерами. Партнерами стали всего лишь 237. Что значит партнером стать? Это выполнить 10 тысяч рублей в первый месяц и следующий за ним. Ну, либо выполнять каждый месяц. Поэтому, вот эта сумочка, цифра немножко отличается. И вот здесь есть стали лицензиатами. У нас еще пока эта кнопка не открыта, мы как раз ждем, что она в начале февраля появится, но будет дополнительный вид дохода, и это будет дополнительно огромное движение всяких партнеров магазинов сюда, в лови кэшбэк, но об этом я буду записывать отдельное видео. Будем считать, что оно пока не относится к данному видео, вот эта тема, да? Пока лицензиат, видите, ноль, потому что, чтобы стать лицензиатом, надо нажать кнопку «Хочу быть лицензиатом», стать стажером, и потом, когда вы 30 тысяч за лицензию заплатите, вы становитесь лицензиатом. Причем эти 30 тысяч нельзя заплатить своими деньгами, а только теми, которые вот здесь в начислениях, то есть, которые внутри бэк-офиса. То есть, только с заработанных можно здесь остановиться, оплачивать свою лицензию. Но опять же, это другое видео будет, поэтому смотрите его отдельно. Кстати, на ревссылку есть вот здесь еще у нас, видите, на любой странице выход. Возвращаемся к маркетингу. Так, вознаграждение начисляется только с категории партнера лицензиат. Усвоили, да, то, что я говорил. Партнер, если вы скачали приложение, положили минимум 10 тысяч рублей, ну, можно положить две тысячи, потом еще две тысячи, потом три тысячи, потом три пятьсот, сколько угодно. Можете даже тысячу класть, только если вы кладете меньше тысячи, пополняете меньше тысячи на карту, то 30 рублей будет комиссия за такие пополнения. Кстати, пополнить карту можно двумя способами. Если вдруг по какой-то причине вы пополняете карту через пополнить карту, кнопочку вот эту, то там должен быть или звонок, или смс прийти, чтобы вы подтвердили пополнение карты. У некоторых такой есть глюк, что смс приходит спустя срок, в который вы ее должны ввести. Ну то есть не получается таким образом пополнить карту. Пополняйте другим. У вас есть номер вашей карты. Вот этой лови кэшбэк виртуальной нашей. Заходите в свое приложение там Сбер или Альфа или Тинькофф, откуда вы будете пополнять, нажимаете кнопку перевести по номеру карту и переводите себе просто по номеру карты. То есть два способа. И таким вторым способом вы спокойненько пополните тоже. Тоже лайфхак. Вот. Если вы в течение данного календарного месяца потратили 10 тысяч рублей, вы называетесь партнером. Если вы месяц идет, а вы еще не потратили, вы все равно видите вот эти ваши платежи, сколько там на авторизации и сколько там одобрено, но подтверждено будет, вот здесь в подтвержденную идет, только по итогам месяца. Соответственно, эта сумма спускается еще ниже и потом доступна к выводу. Насчет доступных выводов давайте тоже проговорю. Вы нажимаете на выплаты, вот здесь это доступно к выводу, сумма вот здесь высвечивается и вы можете вывести либо на физическое лицо и тогда вводите данные карты, пишите, сколько вы хотите вывести, вводите данные карты, ой, ну, я уже вывел, ну, извините. Они, значит, выведутся мне, наверное, на карту и кэшбэк. Я думал, там данные карты надо вводить, а они, видите, так раз, быстренько и вывелись. Ну, ладно, вот я их уже вывел, считайте, да. Если вы самозанятый, то вы выводите на самозанятого, ну, пока еще не подключилась эта функция, да, там 2,4 миллиона в год вы можете вывести, а если на ИП, то вы вводите реквизиты ИП и выводите без ограничений. Ну, естественно, налогообложение никто не отменял. Значит, здесь все в соответствии налогам, это все регламентируется Центробанком, поэтому вывести какие-то суммы, не уплатив за них налог, не засветив их, нельзя. Поэтому на физическое лицо только то, что по закону 4 тысячи рублей в год, это без налогообложения. Все, что выше, это или самозанятый, или ИП. Это имейте в виду. Значит, можно выводить на ИП? Нет. Это конфиденциальная информация. Не скажу. Это отдельно говорится. В целом, эту информацию распространить нельзя. Вот. Поэтому обратитесь в комментарий напишите или в личку напишите, Алексей, что ты там не договорил про вывод на ИП. И я вам расскажу. В частном порядке. Кстати, что еще нужно сказать? Конечно же, в зависимости от того, к кому вы пришли здесь в нашем проекте, но у нас есть такой обычай, мы ведем все чаты в Телеграме по поводу проекта. Это очень полезная вещь, поэтому не забудьте не только в те чаты добавиться, которые в личном кабинете, да, вот я показал их, вот эти, но и в чат конкретно, это информационные чаты самой компании, но и в чат конкретно к вашему наставнику. Вот. Там все ответы на вопросы обычно есть. Там можно разговаривать и задавать вопросы в режиме реального времени. Ну что, переходим к маркетингу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...